Танки Т-72Б Германия вроде как дала добро на поставку Украине леопардов, но заявляют, что не получала заявку Польши. Пригожин назвал солидар Сталинградом, однако это уже не поможет спасти его авторитет в Кремле. Путин решил отказаться от поддержки Пригожина и его нерегулярных сил и снова положиться на Герасимова. Глава оппозиции вызвала возмущение белорусов. Тихановская пришлось оправдываться за то, что в обращении по случаю годовщины восстания Клиновского заменила слово из известной фразы. В этое послание Клиновского актуальное сегодня. Белорусы, то ты заживусь счастливо, коли над ними не будет чужой оккупацийной влады. Дорогие подписчики, для того, чтобы вы могли знать больше и видеть дальше, нам очень важна ваша поддержка, поэтому поставьте лайк этому видео или напишите комментарий. А далее мы врываемся в новости. Германия таки сдалась и не будет препятствовать передаче Польши и Украине танков «Леопард», заявила глава немецкого МИД Анна-Лена Бербак. Накануне польский премьер Моровецкий раскритиковал канцлера Шольца из-за задержки решения в поставках танков в Украину и назвал позицию Германии неприемлемой. Но Бербак во время визитов в Париж заявила одному из французских телеканалов. Польша не предоставила официального запроса. Германия готова разрешить Польше направить танки «Леопард» немецкого производства в Украину, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, если Варшава обратится с такой просьбой. Если нас попросят, мы не станем препятствовать, мы знаем, насколько важны эти танки, вот почему сейчас мы обсуждаем это с нашими партнерами. Нам нужно сделать так, чтобы человеческие жизни были спасены, а территория Украины освобождена. Эстония поплатилась за помощь Украине. МИД России высылает посла страны из Москвы за тотальную русофобию и разрушение комплекса отношений с Россией, говорится в сообщении ведомства Лаврова. Поэтому Маргус Лайдера должен покинуть Москву до 7 февраля в ответ на сокращение сотрудников российского посольства в Эстонии. Эта страна Балтии активно поддерживает Украину в войне с Россией. На прошлой неделе она объявила о новом пакете военной помощи, а сегодня и о том, что отдает абсолютно все гаубицы, которые есть у Эстонии. Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий. Почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне? Москва готова использовать террористические организации для нападения на НАТО с тыла. Ведь за отправкой посылок с бомбами в Испании в конце прошлого года стояла российская разведка, пишет New York Times. Именно ГРУ России могло руководить ультраправой группировкой русское имперское движение. Как выяснилось, его участники и занимались отправкой опасных писем со взрывчаткой, а потом и с глазами животных в украинские посольства и другие госорганы Испании. Впрочем, авторы статьи отмечают, им неизвестно, была ли отправка бомб санкционирована Кремлем. Нет признаков, что Москва готова начать масштабную кампанию диверсий в Европе. Российские чиновники считают, что она может спровоцировать ответ НАТО и потенциально привести к более широкому конфликту с высокой ценой. Но подобное отношение Путина к терактам может измениться, если Россия и дальше будет терпеть значительные поражения в войне с Украиной. Звезда Пригожина близится к закату. Институт изучения войны считает, главарь Вагнера теперь, очевидно, является списанной силой в кремлевском окружении и стала резко терять свой авторитет после неудач с Бахмутом и Солидаром. В период своего подъема Пригожин решил, что его звезда взошла и что он может бросить вызов Герасимову и Шойгу за первенство в российских военных делах. Но эти надежды оказались напрасными. Путин решил отказаться от поддержки Пригожина и его нерегулярных сил и снова положиться на Герасимова, Шойгу и российскую армию. Такое решение Путина маргинализирует ЧВК Вагнера и группировку силовиков, которые, тем не менее, продолжают воевать в Украине. Родина и народ в долгу перед бывшими заключенными, воюющими в Украине в рядах ЧВК Вагнер, заявил Пригожин своим головорезом после возвращения из Украины. Такие теперь герои в России. Вот они массово пополняют кладбище в Краснодарском крае. Никаких упоминаний о героях со стороны государства нет, просто отработанный материал. А Пригожин не унимается. Сравнил крупнейшую битву времен Второй мировой под Сталинградом с битвой за Солидар. И заявил, что тем дедам, которые воевали, такое и не снилось. Выходит, что в России теперь не только закон, что дышло, но и скрепы. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвуют. Те, кто у нас был на Солидарии... Парни, кто с на Солидарии был? Спасибо. Да. Те, кто был на Солидарии, знают, что Сталинград отдыхает. Если ночью оттуда прилетел... Бодренько. Поэтому вам спасибо. О том, что конфликт между Герасимовым и Пригожиным усугубляется, сообщает британская разведка. Там также оценили эффективность инспекции войск, которую начал новоназначенный командующий войсками РФ. Герасимов запретом на мобильные телефоны и поездки в гражданском транспорте военным пытается улучшить дисциплину. Однако эти меры в армии РФ встретили скептически, отмечают британцы. Чего только стоит приказ брить бороды, над которым не потешался только ленивый и Пригожин в том числе. Российские силы продолжают пребывать в оперативном тупике и нести тяжелые потери. А приоритеты Герасимова и странные правила, вероятно, подтвердят опасения его многочисленных скептиков в России. Вместе с Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и сосредоточенным на презентации, а не на сути дела. Почти 180 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в ходе войны с Украиной. Об этом заявил начальник генерального штаба Норвегии Эрик Кристоферсен, пишет Дойче Велле. Потери украинской стороны норвежское командование оценивает в более чем 100 тысяч военнослужащих, убиты 30 тысяч мирных жителей. По официальным данным украинского генштаба, на сегодня погибли более 120 тысяч оккупантов. Однако, несмотря на высокие потери, Россия может продолжать войну еще довольно долго, отметили в генштабе Норвегии, благодаря мобилизации и потенциалу ВПК. 160 лет со дня начала восстания Костуся Калиновского. Его называют еще польским или январским. Оно охватило территорию современных Польши, Литвы, Беларуси и Волыни против россиян. Лидер демократических сил Светлана Тихановская обратилась по этому поводу к белорусам и стала причиной бурного обсуждения в соцсетях. Она процитировала одну из самых известных фраз Калиновского. Однако, как заметили пользователи, одно слово не соответствует оригиналу. Мы, кстати, из-за правил русскоязычного ютуба тоже не можем его называть. Начинается оно на букву М и происходит от названия российской столицы. Поэтому у Тихановской пришлось объясняться, почему она назвала россиян чужой силой. Это послание Калиновского актуальна и сегодня. Беларусы тогда заживут счастливо, когда над именем будет чужой оккупацийной владой. А под чужой владой маяця на увазе и Лукашенко, и Россия, якая спробует знищить нашу державность. И я хочу повторить тое, что повторю уже практически год. Россия – агрессор. Лукашенко и Путин – военные злочинцы. Не прошло и полгода, как скандальные россиянки Алене Дирксен из Дрездена предъявили обвинение в публичных призывах к терроризму и ей грозит тюрьма. Теперь ватная девушка просит помощи у Лаврова. Напомню, Дирксен стала известной этой осенью, когда снимала, как украинцы протестовали против российских ударов и призывала Путина ударить по городу. Сначала говорила, что ей взломали аккаунт, потом, что смонтировали фальшивое видео, и это была не она. Вспомним, как менялась риторика, а заодно и внешний вид фанатки Путина в Германии. Дорогие кастрюли головые, если вы считаете, что найдя меня в инстаграме, написать мне какую-то херню и поставить моему ресторану одну спёсточку, вы сделаете меня хуже или меня заденете, то я спешу вас огорчить. Антиреклама – это тоже реклама. Продолжайте в том же духе, мои дорогие. Они стали мне ещё интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях. А правоохранительные органы решили вместо того, чтобы разбираться с теми угрозами, которые поступают в адрес меня и адрес моего ресторана, завести уголовное дело на меня и устроить показательный процесс с наказанием, что происходит с теми, кто не высказывается плохо в адрес Российской Федерации. Я прошу, пожалуйста, МИД Российской Федерации оказать мне поддержку, так как на правоохранительные органы Германии у меня надежды не осталось. Украинский президент обиделся на бывшего британского премьера. Забавный диалог между политиками произошёл накануне во время встречи в Киеве. Борис Джонсон приехал поддержать украинцев впервые как частное лицо и был тепло встречным в украинской столице и пригородах. Вместе с Зеленским они встретились со студентами Киевского национального университета имени Шевченко. В разговоре Зеленский позавидовал недавней награде Джонсона, почётного гражданина Киева. У меня до вас одно вопрос. Почему вы особенный гражданин Киева? Я не особенный гражданин. Когда я про это слышал, я гордый за тебя. Это очень хорошо. Ты лучший друг Украины, конечно. Но я расскажу про Укрзелезницю. У меня нет особенного потяга на Укрзелезнице. Вы, конечно, жартую. Вы большой друг Украины. Джакю, вы очень много, Джакю, вы очень много, Мистер Президент. Пане Президент, когда вы приезжаете до Лондона, я сподіваю, что это будет скоро, и я сподіваюсь, что вы станете почесным гражданином и получаете безкоштовный проезд. Это заэкономит много грошей для вас. А если мне Кличко не дав цей привилей, то, может, вы в Лондоне мне достаете по одного дня. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова